Приветствую, друзья! Внимание! Из мастерской художника. Значит, я вам буду сейчас картины показывать. Вы просили меня, там в комментах, покажите нам несколько картин сразу. Эта старая картина, которую я писал Масло много лет назад, называется «Приглашение в ад». И к ней стихи я написал. «Люди-грешники превращаются в звёзды, которые светят далеко и одиноко, и возбуждают надежды, которые не исполняются». Вот, пожалуйста. Теперь я рисую очень хорошим акрилом. В прошлый раз я нарисовал эту картину. Она сначала была девушкой. Потом мне написали в коллективном разуме. Я просил писать комменты, предложения, что добавить, что убавить. И девушка никак у меня не получалась. Она была то с открытыми глазами, то с закрытыми глазами, с светами и так далее. Потом мне написали веки красные. Они были не красные. Ну, короче говоря, я переделывал, переделывал. Я в прошлом ролике говорил о том, что я не справился с этой картиной. И поэтому, с учётом всех комментов, так получилось у меня, что в конечном счёте я сделал юношу. Но поскольку юноша был с такими тонкими усами, никто не понял, что это юноша. И предложили мне в коллективном разуме, чтобы я скулы немножко увеличил, чтобы на мужика был похож. Ну, я скулы увеличил, а усы сделал прямо вот такими теперь. Прямо вот такими. Так что смотрите. Следующая картина была у меня «Скрипачка». Помните скрипачку? Сколько я её переделывал? И сколько комментов вы мне писали? Я на такая была, и такая была. Потом становился юношей скрипачом. Потом опять становился девушкой скрипачкой. Но в результате я написал «Скрипачку». Вот теперь радуйтесь, друзья. Потому что я радуюсь, потому что лично я доволен. Я не знаю, может быть завтра опять переделаю. Ну, теперь посмотрите. А ведь кто-то в комментах писал ещё на одной из версий, что как интересно смычок. Здесь огонь, как волшебная палочка. И там огонь. Да, ну вот теперь посмотрите как. Напишите там в комментах, что добавить, что убавить. Я бы больше не трогал. Но это моё мнение. А какое ваше мнение? А теперь я хочу вас спросить вот о какой картине. У меня картина «Берегиня». Тоже очень старая. Ну, акрилом-акрилом я её рисовал. Густым акрилом настоящим, который на годы. Так вот я её рисовал-рисовал и всё перерисовывал, перерисовывал. В конечном счёте сейчас я добавил туда. Потому что мне говорили глаза там поправьте. Вроде ребёнка держит и вроде бы не на ребёнка смотрит. А я поправил. Я поправил и у меня всё поменялось. Всё поменялось. И теперь посмотрите, какая она стала. «Берегиня». Вот пальчики, пальчики. Я здесь сам вижу, что надо сделать ещё, хорошо сделать. Я сделаю пальчики. «Берегиня». А теперь её называем «Берегиня». Потом, может быть, добавить материнскую любовь. Но тут глаза такие уже стали, такие, какие должны быть. Я же чувствую. Вот я когда чувствую, я чувствую, что это закончено. Вот глаза бы я больше не трогал. А здесь бы я немножко, чуть-чуть, вот пальцы, как я говорю. Ну, «Берегиня». Я бы добавил теперь ещё в какие-то названия. Например, «Берегиня». А потом я бы добавил «Рождение Ноя». Или добавил бы «Материнская любовь». А вы выбирайте, какое название подходит. Может, из этих трёх фраз сложить. Какое-то из них соединить с другим. Пишите в комментах. Мы же в формате «Коллективный разум». Мы учимся сотрудничать. Мы учимся вместе создавать шедевры. И у нас получается. Да, через тернии к звёздам. У нас получается. Люди, люди, высокие звёзды, как говорил мой любимый просул Гамзатов. Долететь бы мне только до вас. Да, ну, хорошо. До встречи. У нас скоро будет вебинар с Валентиной Эдуардной Киселёвой. Это для женского царства. Это для женщин, как быть здоровой, счастливой, как беречь свой организм и так далее. Просветительский вебинар. Она специалист в этом вопросе. А я там буду говорить о приёмах и добавлю приём, как стресс снимать, чтобы здоровье, иммунитет улучшать. Ну вот. А потом будет сразу вебинар с Газенко. С Романом Газенко. Но вы их знаете. Это суперэксперты. Каждый в своём деле. Поэтому до встречи, друзья. Не забудьте подписаться, кто не подписался, на каналы YouTube, на канал Telegram. И на Telegram моём есть ещё платформа дополнительная, которую ведёт Наталья Ковитама. Она называется, эта платформа, «Помочь себе». И там всё вот, ну, как надо. Ну, короче говоря, друзья, До встречи.